Слово Церкви Я должен сказать, что икона знамени стала главной святыней русского зарубежья, всего зарубежного русского мира, после того, как Россию постигли события 17-18 года, после того, как Россию постигла смута, неразбериха, гражданская война и известные события. В те далекие времена, когда святыни уничтожались, сжигались, рубились или просто обменивались на продовольствие, владыка Курский Феофан принял решение вывести икону за пределы Курской области и икона ушла вместе с добровольческой армией. Дальнейший путь иконы, путешествия по всему миру, в общем-то, известен. Это Турция, это Сербия, это Западная Европа. И в качестве окончательного места пребывания своего образа, представив Богородице, избрала Соединенные Штаты Америки, как это ни странно, может показаться некоторым из нас. На сегодня икона не пребывает долго и определенно в одном месте. Главное святыни русского зарубежья постоянно путешествует по миру, подкрепляя духовно наших соотечественников за рубежом, помогая им приносить свои молитвы, обращения, ходатайства перед образом Пресвятой Богородицы. И в этом смысле, наверное, было бы и несвоевременно, и, может быть, не совсем этично ставить вопрос о ее постоянном возвращении на Курскую землю. Конечно, некоторые возразят, что она ведь появилась при корнях древа и, по сути, является нашей Курской святыней. Даже само ее название, Курская коренная, собственно, говорит о месте ее явления. И с этим, конечно, трудно поспорить. Но, с другой стороны, мы должны помнить о том, что сама Пресвятая Богородица определяет место пребывания своего чудотворного образа. И не нам судить или выносить какие-то решения по этому вопросу. История преподает нам различные интересные уроки. Мы знаем из истории чудотворной иконы Курской коренной, как это отразилось, собственно, в Акафисте перед этим образом, как некий рыльский князь Василий Шемяк пытался принудительно переместить и определить в качестве постоянного места пребывания иконный город Рыльск. Но икона совершенно чудесным образом, непостижимо возвращалась на место своего явления. После нескольких таких попыток князь Василий Шемяк понял, что с Богородицей спорить бесполезно. Потому что его сил и умений не хватит для того, чтобы противостоять волеизъявлению самой Пречистой Владычицы нашей Богородицы, Преснодевы Марии. В этом смысле и то, что произошло после 17-го года и нынешние события, конечно же, как мы верим, находится в рамках промысла Божия. И не нам решать, где должно быть иконий. Пресвятая Богородица дает нам возможность раз в году приложиться к этому образу, когда Он посещает наш город. И огромное количество людей, как мы уже видим из опыта, приходит и молится, искренне просит Пресвятой Владычицу Богородицу о ее заступничестве, ходатайстве, ее молитве. То есть не нам решать, где быть чудотворным образу. Если Пресвятая Владычица изволит пребывать образу в Курске, то никакая воля зарубежных епископов или священников этому не воспрепятствует. Давайте будем уверены в том, что сама Богородица решает, где быть ее чудотворному образу. На самом деле осталось совсем немного икон древних, чудотворных, намоленных, которые можно называть всероссийскими святынями. У нас остался Владимирский образ Пресвятой Богородицы, так называемая Тихвинская икона и, в общем-то, Курская коренная. То есть таких икон древних, чудотворных немного. И, конечно, мы понимаем, что русские люди за рубежом, может быть, гораздо в большей степени нуждаются в этом заступничестве, в помощи и в покрове Пресвятой Богородицы, чем мы, живущие на нашей родной земле. На земле, на которой строятся храмы, развивается наша духовность, верующих становится с каждым годом все больше и больше, чем, допустим, в какой-нибудь далекой Америке, стране, где, в общем-то, и без того много различных антихристианских проявлений, много различных соблазнов и искушений. Там, наверное, в большей степени, это в той же Европе, православные люди имеют особую нужду в поддержке Божьей Матери. И в этом смысле, наверное, неправильно считать, что икона должна пребывать где-то постоянно. На самом деле, я должен сказать, что по графику ее перемещения она никогда постоянно не находится на каком-то конкретном месте, как, допустим, в конфедеральном соборе в Нью-Йорке на Манхэттене. Она путешествует и, может быть, то в Австралии, то в Германии, то в Нидерландах, то в какой-нибудь далекой Канаде. И графики ее перемещения довольно насыщены. Давайте, дорогие братья и сестры, в первую очередь думать не о том, где должна находиться икона, а о том, как мы сможем помолиться и вынести перед лицо Божьей Матери, и как бы представить ее представительство, ее молитвам характерства наши нужды. Как мы сможем умолить через нее ее причистого сына, чтобы наши грехи простили, чтобы покрылись наши беззакония, чтобы Господь даровал нам еще долгие годы мирного и благополучного существования на этой земле. Храни Господь. «Отец Тигрик, благословите, помогите разобраться. Я недавно вышла замуж. По выходным мы с мужем ездим к нему в деревню, там у него домик, и его нельзя бросать, а то разграбят. Рядом живет одинокая пожилая соседка. Она очень ревностно отнеслась к тому, что теперь муж приезжает не один, а вместе с молодой женой. Они очень дружили, а теперь он к ней не ходит. Теперь женщина бросает всякие колкости в мою сторону, пытается вызвать меня на ссору, а еще интересуется очень сильно нашей жизнью и всегда говорит, что я все делаю неправильно. Как мне грамотно поступить? Я человек верующий, смиряюсь, молчу, но внутри все кипит и хочется нахамить этой даме. Причем муж ее очень уважает и говорит, что она к нему относится как к сыну. Как быть, чтобы никого не обидеть? Должен вам сказать, Анастасия, что в таких ситуациях, когда создается молодая семья, всякие предыдущие знакомые, в каком бы ранге, качестве они бы ни были, должны быть удалены из вашей личной жизни. И мне кажется, что в первую очередь это должен сделать ваш муж своим волевым поступком и сделать так, чтобы ни у женщин не возникало желания вам сделать колкости или нанести какие-то обиды, ни у вас не возникало желания в ответ ей нахамить или сказать какие-то колкости. Часто бывает так, что люди со стороны, имея какую-то неразделенную любовь или оставшись одинокими, особенно это касается женщин, испытывают какую-то нездорованную ревность к женам своих знакомых мужчин, с которыми просто имели какие-то товарищеские отношения и воспринимают ситуацию как бы в кривом зеркале. В таких ситуациях, во-первых, от таких людей нужно держаться подальше, помнить о том, что Господь благословил мужу и жене сойтись и быть одной единой плотью, одним духом. И всякие третьи попутные или сопутствующие лица, так называемые, они должны быть раз и навсегда удалены из вашей семейной жизни. Мне кажется, что было бы целесообразно вообще прервать общение всякое с этой женщиной, именно в первую очередь вашему мужу по его же собственной воле, и больше к этому общению не возвращаться, потому что подобное общение чревато определенными неприятностями для ваших с мужем отношений. Господь предостерегает нас о том, что нас подстерегают всякие искушения на каждом шагу. И это, наверное, одно из искушений в начале вашей совместной жизни. Мне кажется, что вы должны вместе сесть и договориться о том, как его раз и навсегда удалить из вашей жизни, чтобы, в общем, про него забыть и больше даже не вспоминать. «Здравствуйте, отец Тигре. Что делать с документами и медицинскими справками умершего человека? Можно ли их выбросить?» Я половину выбросил, но показалось, что этим оскорбила память умершего и дорогого человека Ольга. Должен вам сказать, Ольга, что хранение предметов или документов умершего человека не регулируется какими-то церковными канонами. В данном случае все оставляется на ваше усмотрение. Если вы пожелаете их каким-то образом уничтожить, можно сжечь, придать их огню, а не просто выбросить куда-то на мусорку. В конце концов, иногда какие-то документы, особенно с фотографиями, действительно напоминают нам о любимом человеке. И, наверное, сложно так вот просто с ними расстаться. Но вам решать, хранить их или не хранить, все зависит от того, какое у вас помещение, жилье, сколько у вас места. Но в первую очередь нужно помнить о том, что мы должны хранить добрую память о близком нам человеке. Добрый вечер, отче. Мы с женой живем в браке 10 лет, но я не могу иметь детей. Мы венчаны, ходим в храм. Но недавно супруга сообщила, что хочет родить своего ребенка и намеренно развестись со мной. Я предлагал ей много раз усыновить сироту, но она категорически против. Неужели брак – это обязательное деторождение? Неужели мы не можем считаться семьей без детей, возделывать христианскую любовь, помогая вместе чужим детям? Очень тяжело. Дмитрий Железногорский. Должен вам сказать, Дмитрий, что на самом деле христианский брак сам по себе является высокой ценностью. Настолько высокой, что отсутствие и наличие детей не является основанием для развода. Конечно, я в данном случае имею в виду отсутствие детей. Нет таких церковных канонов, которые бы требовали развода от супруга в случае отсутствия детей. В этом смысле восточно-христианское понимание супружества христианского отличается от западного, где в первую очередь основной целью брака является именно деторождение. Западная церковь унаследовала западную римскую юридическую традицию, правовой подход, согласно которому главной основной целью брака является деторождение. Как известно, в Древнем Риме супруги просто обязаны были развестись в случае отсутствия детей в течение какого-то определенного времени. Сейчас я точно не вспомню, это или 10, или 12 лет. И тогда женщина должна была выйти за другого и родить себе ребенка, потому что надо было, чтобы брак обязательно заканчивался деторождением. В нашей восточно-православно-христианской традиции брак сам по себе является ценностью, потому что супруги, особенно если они венчаны, соединяются между собой через Иисуса Христа. И вы совершенно правильно рассуждаете и мыслите о том, что можно усыновить детей. Я знаю много семей и даже среди известных людей нашего города-области, которые усыновили детей, и эти усыновленные дети, в общем-то, ими воспринимаются как свои собственные, потому что не тот родитель, по слову Иоанна Златоуста, кто родил, а тот, кто воспитал. В этом смысле очень часто социальные родители, то есть те, кто усыновил своих небиологических детей, оказываются для них гораздо более успешными отцами и матерями, чем те, которые родил и бросил. Еще раз повторяю, родить дело несложное, по слову святителя Иоанна Златоуста, а вот в воспитании и проявляется истинное родительство. Поэтому я считаю, что вашей супруге следует задуматься над тем, что она, разведясь с вами на основании отсутствия детей, совершит страшный смертный грех. Господь прямо говорит о том, что кто разводится с мужем или женой, кроме вины любодеяния, то есть кроме вины измены, тот подает повод прелюбодейству, то есть тот согрешает тяжко. И церковные каноны категорически запрещают разводиться в случае отсутствия детей. Я считаю, что вам нужно задуматься вместе, обязательно сходить к духовнику и провести какой-то очень серьезный, основательный такой всесторонний разговор на эту тему, постараться прийти к общему христианскому знаменателю, пониманию того, что на самом деле действительно, как вы правильно говорите, можно давать свое тепло и любовь тем, кого бросили биологические родители. Эти дети могут стать для вас опорой, надеждой и вашим утешением старости. Дорогие телезрители, время нашей программы подошло к своему завершению. Вопросы в нашу программу вы можете направлять через сайт телеканала СЕИМ, seiminfo.ru. Мы ждем ваших вопросов. Я желаю вам помощи Божьей, пусть Божье благословение пребывает над всеми вами. До свидания. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok